Пинг-карт является здесь ключевым, потому как есть технология, собственно, вот эти, а что же, собственно, в этих книгах, это является ключевым моментом. Вот, как я уже говорил, в проект Lombabooks мы включили 200 книг, которые используются в Китае, которые для них разработала гирбанская компания в свое время, там есть копирайты оригинальные западные. Вот этот набор мы предлагаем здесь, в Украине. Он состоит из 140 книг, это два рода этой книги, от Кендерграда, где-то он до донастырил, и еще порядка 60 книг, это различного рода флеш-карты, алфавит, обжитцы разные и очень коротенькие тексты. Вот это две основные коллекции. Но мы понимаем, что этого недостаточно для эффективного обучения. То есть это тот контент, который принадлежит, правам, которые принадлежат Lomba Matrix, которым не нужно предоставить Украине без плана. Для Китая, Китай залицензировал порядка тысячи, ну, они залицензировали 10 тысяч, но готовы на сегодняшний момент тысячи книг от издательства Rosen Publishing и еще от этого американского издательства, которые, в принципе, нам тоже доступны, но на коммерческих условиях. Мы сейчас прорабатываем варианты, как бы можно было их сюда, в Украину, принести. Вот сейчас с пикапом работаем, может быть, с фондом Ключко работаем, с капиталом Борж. Может быть, какую-то хотя бы часть этого контента, в основном для взрослых, ну, для более старших детей. Может быть, нам удастся сделать, но это пока все под вопросом. Несколько слов от того, как структурирована наша библиотека. То есть у нас есть термины, которые мы применяем. Коллекция книг, коллекшн. Это вот то, что мы увидели. Это наша супербиблиотека. 140 номер маленьких книг. Они разделены по категориям, по категориям сложностей, из которых, чтобы просто преподаватель, или кто их организует, можно быстро найти нужную роль. Но для того, чтобы использовать эти книги в учебном процессе, их нужно адаптировать к какой-то учебной программе, к методике преподавателя, школы, курсам, языкам и так далее. Вот курикулы – это то, что позволяет нашему партнеру, который заключил партнерское соглашение с Лондон-Андуксией. Это бесплатное соглашение. Когда мы его заключаем, мы просто создаем, регистрируем в системе эту школу, определяем администратором этой школы, кто будет этим заниматься. Он уже создает классы, он уже создает учетную запись детей, назначает учителей и так далее. Это вот. И они же, вот уже преподаватели, партнера, изучая библиотеку, определяются с тем, как они хотят представить эти книги. Какие книги они хотят использовать и как их представить в конечном итоге детям. Это тоже иерархические уровни. Они могут быть сгруппированы по толпикам, могут быть сгруппированы по календарному плану. Ну, например, дети первого класса, а семье семестр. Первые две недели, следующие две недели и так далее. А может быть, там, как 57-я школа английского языка в Киеве-Звуалу. Погода, семья и так далее. Вот они для первого класса. Погода, семья и так далее для второго класса. Мы для себя сейчас взяли национальный курикул, ну, национальный учебный программ в Министерстве образования. Мы тоже ее внесли в виде таких курикулов. Мы попробовали посмотреть, как наши книги к ним подали. Видели огромные дыры там, где о школе говорится, и в украинских национальных программах. Видно, наверное, в доме. Помимо вот этих коллекций книг, мы выделяем понятие «тасков». То есть «таски» — это могут идти в дополнение к учебному плану. Фактически колькума — это учебный план сделан. Но какие-то дети в классе более успешные, кто-то встающий, кто-то успевающий. То есть преподаватель с полной учебным «таском» может давать задания детям, выбрать несколько книг, сказать «Вот за эту неделю вот эти-эти сделки посчитайте вот это». У них на, соответственно, учебный «таск» составляется задание на обзорную делу, и там они заходят, там, несколько книжечек, которые мы начали подавать. Могут быть индивидуальные «обукты». Это то, что я не говорил, кому-то премию дали, какую-то супер-книжку с красивой картинкой, там, с видео-картинкой, буквально, на облатке «букс». И тесты. Тесты могут быть включены в состав «курикума». Например, преподаватель может решать, что вот у меня начинается 2-недельный цикл. Вот тест в начале, 1-недельный цикл в середине, в конце. Они могут быть так, а могут быть и в стендоон. Это называется тесты, которые вынесены на скромную закладку. Это, например, может быть тест первоначального определения оборота. Плеск-тест они называются. Или какие-то другие. Или конкурсы какие-то. Вот они могут появляться в нашей закладке. Это вот как структурирована наша основная гипертика. Этот слайд просто показывает, как создавать курикулы из основных библиотек. Набираем книжки, практически подъемлем курикулы. Ну там, демонтация, если там будет, это вот здесь тоже категория. На границах в языке она займа. Продолжение следует...